Благословляем Господь наше общение, собрание. Спасибо тебе, Иисус. Аминь. Аминь. Драгоценный. Я рад быть с вами сегодня. Меня зовут Антон и благодарю за дружбу. Вся в моей жизни вся дружба, она всегда от Господа. Поэтому я благодарен Господу за то, что в моей жизни появились такие драгоценные друзья, братья, сестры. И я вкратце расскажу про себя быстренько, чтобы познакомиться. Я тоже из сложных прошлых событий в своей жизни. Я вырос в неблагополучной семье, я вырос на улице. И как и многие, мы учились у каких-то дружков, у каких-то что-то на улице. Чему-то мы там нахватались. И, конечно же, в мою жизнь пришло много-много негатива, много яда. И после того, как я встретился с Господом, это было так же, как и многие. Вот я знаю, я общался с братьями, и кого-то я уже знаю. Я встретился с Господом, так по-настоящему, тоже в местах не столь отдаленных. И я на самом деле всегда искал Бога, но никогда не мог понять, как мне Его найти. И однажды я пережил встречу, мне было 19 лет. И после моего освобождения из колонии я еще год как-то пытался что-то найти для себя, как-то найти то, что сделает меня счастливым. И Бог так потихонечку привел меня в церковь. Я познакомился с людьми, и они оказали на меня большое влияние. Чем же они оказали влияние? Тем, что они были люди, не похожими на меня. Они были счастливыми людьми. И вы знаете, когда Иисус говорит о том, что вы принесете много плода, это говорит о том, что в первую очередь мы с тобой должны стать счастливыми. Кто с этим согласится? Что если ты человек несчастный, ты не послужишь никак в воздух. Ты не сможешь принести ничего хорошего. Ты знаешь, если бы я увидел угрюмое лицо, какое-то замученное, религиозное, и меня бы стали пугать адом, или мне еще бы начали говорить еще какие-то страсти, мордасти, какой я плохой, то, конечно же, они не приобрели бы меня к Господу. И что самое интересное, я понял, что за все эти годы с Господом, когда я на самом деле осознанно уже двигался за Ним, я понял, что я ничего не понимаю. И, конечно же, я вообще не какой-нибудь учитель, я не учу никогда ничему, я просто, знаете, делюсь своим опытом, делюсь то, что есть у меня. Помните, когда апостол Петр, он сказал одному немощному, он говорит, нет у меня ни золота, ни серебра, но то, что есть у меня, даю тебе, встань и ходи. Апостол Петр мог дать только то, что он имеет. То же самое в моей жизни. То, что я имею, я всегда этим делюсь. И мне посчастливилось найти прекрасную сестру, мою Елену. Это на самом деле дар от Господа. И мы уже 20 лет как вместе, вот в этом году мы отмечали 20-летие нашей супружеской жизни. И мы с каждым годом удивляемся все больше и больше, насколько мы друг друга удивляем. Мы продолжаем удивлять. И это абсолютная неправда, что там кто-то в мире говорит, что жена, прочитанная книга. Это не так. Это постоянное открытие, постоянное откровение. Семейная жизнь. Я никогда не променяю, знаете, это на что-то второсортное, что предлагает мир. Дело в том, что почему люди теряют вот все прекрасное, все благословенное, по той причине, что они не получили то, что Бог им приготовил. Поэтому приходят вот эти, знаете, разочарования, вот это токсическое, токсичное такое мышление. Я выбрал слово токсичное, потому что ядовитое, что будет как-то жестко. Поэтому, вот знаете, в нашей жизни есть категория, как бы две категории людей. И я про себя также говорю. Я тоже таким же был. И мой путь жизненный — перестать быть токсичным человеком. Перестать доверять негативному мышлению в своей жизни. Совсем недавно мы вот ездили в Ульяновскую область, и мы отмечали моей бабуле 90-летие. Просто у меня в телефоне будет далеко, не видно, но поверьте, выглядит она прекрасно. Если кому-то интересно, я с радостью потом покажу. Дело в том, что моя бабуля, она абсолютно такой человек, в котором отсутствует вот все такое ядовитое, все такое негативное. Вы знаете, она никогда никого не осуждает, она не живет в обидах. Она абсолютно такой позитивный человек. В ее жизни постоянная радость. Ее глаза всегда наполнены улыбкой, когда она общается с нами. И я просил, чтобы она помолилась за всех детей моих, за внуков, точнее, правнуков ее. Это уже ее правнуки. И она возлагала руки, благословляла. И она верит в то, что если она благословляет, Бог обязательно благословит моих детей. Она любит Господа. Она также говорит, я живу ради вас. Я всегда говорю, бабуль, живи ради нас. То есть никогда не уставай жить, продолжай жить. Ты наша реликвия, ты на самом деле тот, как говорится, луч от предков. Потому что в основном от предков мы получили что-то такое тяжелое. Мои деды прошли войну, мои деды спивались, мои деды были люди жестокие. Ну, я знаю просто об этом. И какие-то гены, какие-то проблемы в душе мы получаем благодаря как бы нашим предкам. Но Бог, Он не ошибся, когда спас тебя и меня. Мы можем справиться с этим. Аминь. Аминь. И почему же люди постоянно, знаете, ходят по кругу? По той причине, что они так и не поняли, что плод, плод, это то, чтобы отказаться и расстаться от токсичного мышления. И вы знаете, я храню также себя от токсичных людей. Что это значит? Я в своей жизни очень часто тратил свою жизнь на то, чтобы, ну, знаешь, толкать человека, постоянно его вдохновлять, постоянно его вразумлять, постоянно ему говорить, ругать там его, быть может быть, воспитывать его. Я давно от этого ушел, потому что это такое, это не работает. Это не работало в моей жизни. Я видел, что люди продолжали быть токсичными, продолжали отравлять все вокруг, продолжали себя отравлять и других отравлять. И я всегда чувствовал такое опустошение после этих, как бы, таких вот взаимоотношений. И очень важно нам с вами хранить свой, как бы сказать, духовный фон. Кто понимает, да? Вот эту духовную атмосферу, очень важно нам с вами очень серьезно к этому относиться. Потому что, что мы впускаем в свою жизнь? Каких людей, какие, допустим, персонажи, да? Кто-то живет персонажами из сериалов, из фильмов и еще там откуда-то. И я очень часто слышал, как верующие братья, сестры, они с таким посвящением в курсе там всех событий, ну, в каких-то фильмах, сериалах. То есть у них есть там определенная жизнь, и они принимают эти персонажи в свою жизнь. Они живут этими персонажами. И это, конечно же, приводит всегда к тому, что мы с вами можем опустошаться, мы можем терять силу для того, чтобы приносить плод. А Бог говорит, что во мне вы будете нести много плода. Давайте откроем сейчас Иоанна 15, глава 5, 5 стих. Иисус говорит, я лоза, а вы ветви, кто находится во мне, а я в нем приносит много плода. Без меня вы не можете делать ничего. И это абсолютная правда, потому что Бог спас нас не для того, чтобы мы выжили и не умерли от алкоголизма. Кто понимает? Конечно, все начинается с того у многих людей, но не у всех, конечно же, что надо спастись от алкоголя или от наркотической зависимости. Но это вообще не эта миссия. Миссия в том, чтобы приносить много плода. В этом и есть послание Иисуса Христа. Если вы во мне, вы будете приносить плод. Это будет очень легко и просто. Это не значит, что нужно сейчас выйти на улицу и кому-нибудь лассу накинуть на шею и притаранить его в церковь, замучить его. Он от тебя бежит, а ты все равно нет. И ты начинаешь брать местописание, а других страхом спасаете. И ты начинаешь его запугивать. Ты что? Ты в проклятиях будешь жить, ты в ад пойдешь и все такое. Это очень, знаете, серьезный противник для наших церквей, для нашего с вами мировоззрения. Вот это вот служение осуждения. Потому что апостол Павел, он говорил, что служение осуждения это славное. Служение былое, оно работало. Но это времена Моисея, это времена Ветхого Завета. Оно работает. Запугать кого-то там проклятиями, запугать там еще как-то. Но он говорит, что лучшее служение Нового Завета. И от осуждения нам очень важно как бы освободиться, потому что вообще осуждение это всегда токсичные такие вещи. Вот почему очень часто люди долго восстанавливаются, когда падают. А я не знаю ни одного человека, который бы не падал. Я в своей жизни много раз падал. Но это, вы знаете, все зависит от того, кто что подразумевает под этим словом. Падение – это когда ты опустошен. Это когда ты не хочешь идти дальше. Это когда от тебя выбили седла. Это когда ты разочарован. Это когда ты устал. Это когда ты не хочешь сражаться. Это когда ты сдаешься уже. Вот что такое падение. Но Иисус говорит, что, Божье Слово говорит, что праведник, да, сколько раз упадет, вот столько раз и встает. И очень важно нам с вами быстро восстанавливаться. Когда я начал служить в городе Иваново, там, знаете, произошла такая ситуация, что несколько женщин, они потеряли пастора. Пастор сдался. Пастор устал. Пастор просто ушел из радара. Поле видимости. И меня попросили туда поехать и как-то поддержать их. И вы знаете, на протяжении пяти лет у меня было много раз такое, как бы сказать, такие мысли и состояние такое все оставить. Потому что мне было тяжело и сложно. Я был истощен, я был изнеможден. Мне никто не помогал, как мне казалось. Самое главное, мне нужно было научиться, что вся помощь моя идет только от Господа. А я всегда ожидал, чтобы меня кто-то, знаете, какие-то мне мотивационные речи толкал, чтобы давай, ты молодец, чтобы мне постоянно напогнали. Конечно, это хорошо, когда это есть. Но иногда этого нет. Иногда ты остаешься один, полностью уставший. Чувствуешь, что ты никому не нужен. Ты начинаешь себя жалеть. И попадаешь в какие-то вот эти вот такие не очень-то хорошие вещи. Это токсичные такие моменты. Поэтому за эти последние годы я усиленно как бы иду в том направлении, чтобы в первую очередь, чтобы все мои с первой души, они пережили вот это вот счастливое состояние. И в каких-то вещах я продвинулся, в каких-то я продолжаю двигаться. Я знаю, что буду всю жизнь это делать, потому что это невозможно остановиться, потому что нужно постоянно этим заниматься. И я вам просто по своему опыту скажу, что это возможно. Возможно удаляться и блокировать все вот это вот ядовитое, негативное, которое на самом деле приносит вот опустошение, отравление. Ведь мы никогда не ведем себя так. Ну, допустим, когда мы общаемся с каким-то человеком, и у него очень такой плохой запах изо рта. Мы же не молимся о том, Господи, что это я мюхаю, что это у меня с носом? Что он чувствует вот этот плохой запах изо рта? Ведь человек хороший, там ведь запах-то изо рта, но это что-то неправильно, а что я чувствую? Ведь нет, это хороший запах, еще мы можем там провозглашать какие-то вещи. Но на самом деле Бог говорит, так возьми и отойди просто, отойди. Тебе не нужно страдать, тебе не нужно мучиться, если ты это осознаешь, то это для тебя, как бы сказать, это не крест, друзья, не крест жить в негативе, не крест вот постоянно, понимаете, вот с трясущимися коленями. Это не крест, крест то, что ты должен стать счастливым, ты должен уверовать в то, что приготовил Бог для тебя. И когда, это очень сложно, вы думаете, мы можем подумать, а, ну, знаете, как у меня была раньше такая твердыня по поводу вот тех, кто постоянно смеется. Ну, такие хи-хи, ха-ха, хи-хи, ха-ха, хи-хи. Какие-то несерьезные люди, вот так я думал. А теперь я, когда это переосмыслил, я понял, что, ну, это ложь. На самом деле надо, все это хи-хи, ха-ха, надо жить в радости, надо побольше шутить. Аминь. И, на самом деле, с кисломордым надо разобраться, правильно? Разобраться навсегда. Вот эта вот кислятина, которая нам передается, оно травит, травит нас. И я понял, что я вот хочу жить больше в том, где больше радости. Об этом Иисус как бы и говорит. Он и ведет. Ведь Иисус был очень свободная, радостная, легкая личность. Он не грузил там вечно негативом. Ой, это ты знаешь, такой плохой секой. Ой, это ты знаешь, того, того я не очень люблю. Этого я чуть-чуть больше люблю. Этого я вообще обожаю. Знаете, вот это вот, оно настолько изнашивает. Оно настолько опустошает. И знаете, самое страшное, почему человеку трудно восстанавливаться в своих как бы падениях, потому что сразу же приходит дьявол. На эту почву он начинает вселять отверженность. Он начинает вбивать, что все о тебе плохо думают. Вот вдруг, откуда ни возьмись, ты начинаешь чувствовать, что все о тебе плохо думают. У кого это было? И это на самом деле такая, ну, проверенная тактика врага, которая, ну, знаете, она не изменилась вообще. Вот, знаете, вот вроде бы человек такой позитивный. Родился и вырос в хорошей семье. Пришел к Господу, возлюбил Господа, изучает Слово Божье. И все равно дьявол умирается его где-то ловить. Все равно он вгоняет его в осуждение, потому что этот мега положительный брат чувствует, что он не дочитал Библию, где-то не домолился, где-то какая-то мысль у него прошла. А вы знаете, я вам скажу, что я вот в процессе, конечно, но уже у меня лучше это получается, что я игнорирую многие мысли. Кто встречал, ну, навязчивые какие-то мысли? И чем больше ты что-то для Господа хочешь делать, тем больше сопротивления в твоих мыслях. Вот навязчивые прям, да? Особенно навязчивые мысли на поражение. Что бы ты ни делал, все равно получится ерунда, и ничего не выйдет из этого. Или же наоборот, какие-то такие демонические вещи. И вы знаете, очень классно нам с вами игнорировать это все. Просто все, что в голову влетает, это не факт, что твое. Согласен? Потому что, ну, у ада есть тоже тактика останавливать людей. И многих ад остановил. Но мы с тобой не остановимся. Да? Аминь. И мы просто примем решение, что мы сможем, на самом деле, освободиться от этого токсичного мышления. Потому что, как только брат или сестра, особенно среди братьев, я просто... Братское сердце хорошо, допустим, знаем, потому что я сам брат, да? И другим братом. И поэтому я понимаю, что братьев, сестра дают, ну, тщеславие, допустим, да? Всегда вот так. Как я буду казаться там в глазах других братьев? Помните, когда Давид прыгал и скакал, да? И его стали уничижать то, что, ну, его жена, из-за чего она стала бесплодной, да? Из-за того, что она, ну, вот в этом тщеславии укоренилась. И она угорила своего мужа. И мы видим, как... А почему Давиду было легко скакать? Задумывались вы об этом? Он ухорожая физическая кожа. Это первый тезис. Это защита, да? Защита. Почему он, на самом деле, хорошо... Почему он скакал, делал, разделся? Я не призываю никого раздеваться, скакать, ни в коем случае. Ну, потому что, когда за ним гонялся Саул, всякое тщеславие его отвалилось. Аминь. Кто понимает, да? И проблем у него не было никаких. Он просто был легок очень прославить Господу. Поэтому иногда, когда попадаешь в сон братьев, там, знаете, такие исполины стоят друг перед другом. Кто о чем подумает. А на самом деле столько, да, столько благодарности. Вот брат какой-то выходил. А, вот, Олег. И он прям вот благодарен, благодарен. Это очень классно, Олег. Это прекрасное начало, потому что благодарность – это голос. Это язык Бога. Аминь. Благодарность – это то, что Бог понимает. Когда ты бубнишь, когда ты вечно недоволен, это, ну, что-то невразумительное, он там лопочет, не могу понять его. А когда человек благодарный – это вот тональность, это вот чистота Господа. Аминь. Аминь. Поэтому, когда мы прославляем Господа, знаете, вот когда ты не освободился от всякого тщеславия, тебе легко, тебе нормально попрыгать там или просто прославить от всего сердца Господа. И не думать, кто о тебе что-то думает. Да? Вы помните, в Матфея 8 главе написано о том, что «Не давайте святыни псам и свиньям, да? Бисер на попране». Вы знаете, вот здесь очень важно получить вот это вот хорошее такое наставление от Господа нам с вами, чтобы мы никогда не попадали вот на такую, знаете, хитросплетенную уловку, как спорить и доказывать. Когда мы спорим и доказываем, мы получаем, ну, отравление. Кто чувствовал? Вот я вот, допустим, когда особенно в начале семейной жизни, я же не всегда что-то пытался доказать. Когда я тебе рассказывал, как правильно, как неправильно, вроде бы доказал, но на сердце как-то погано, да, плохо. И на самом деле вот такие вещи, когда вот мы доказываем какую-то правоту, оно тоже, знаете, это такая хитрая уловка, вот спорить что-то. И это, это такое, знаете, такие болезни, такие, наших душ. И мы можем получить полностью выздоровление, когда мы это осмыслили, да, когда мы это осознали, что в моей жизни есть вопросы, и начать о них говорить, и начать их решать, разговаривать. Лучше, когда это происходит не с тем же товарищем по несчастью, поругались, поспорили, да, друг друга там благословили в кавычках, я тебя благословляю, да, или там, допустим, за место люблю, больше звучит убью. И когда ты понимаешь, что вот этот заряд, он прям вот такой вот, прям летает в воздухе. Я очень часто помню, зайдешь среди людей, там, ну, допустим, как-то я приехал на домашнюю группу, а братья уже успели, ну, посражаться Библиями. И такой, знаете, атмосфера такая накаленная. Я прям понял, что они сейчас, у них были сражения, они друг друга лупили, вот, Словом Божьим. Вот. Хорошо, что в Библии, ну, корки мягкие. И поэтому мы, мы с вами часто попадаемся на эти вещи, и они, они на самом деле очень такие токсичные. И нам нужно убегать от всего, что нас отравляет, для того, чтобы приносить много плода. И мы движемся в одном направлении с вами. И я думаю, вы все согласитесь, чтобы мы стали с вами, да, счастливыми людьми. Чтобы у нас были хорошие семьи, чтобы у нас были прекрасные дети. Все начинается с этого. Мы не сможем что-то дать людям из этого мира, если ты несчастен, если ты весь измучен, если ты постоянно пытаешься кому-то что-то вот попадаться, доказывать, попадаться на какие-то уловки вот эти вот дешевые, которые дьявол предлагает. Тебе по старинке что-то. Поэтому не нужно, драгоценные, нам с вами вот постоянно ходить вот по кругу. И я рад и благодарен Богу, что какие-то вещи, допустим, Бог научил меня преодолевать. И какие-то вещи Он мне показывает, чтобы я был счастливей. И, конечно же, это, знаете, такая большая тема, об этом можно говорить вообще бесконечно. Но я бы сегодня просто вот хотел озвучить вот эту мысль о том, что нужно перестать быть токсичным человеком. Аминь. Аминь. Человеком, который отравляет себя и все вокруг. Я жил с отцом, который был очень токсичный. Он, когда он приходил домой, ну, особенно в нетрезвом виде, эта атмосфера дома вообще менялась. Было просто такое угнетение, такое просто. И я прям чувствовал, пришел. Папа. И когда вот в его жизни были вот эти вот проблемы, но Бог то, что обещал, Он и сказал, что спасется, да, твой дом. И у меня отец спасенный. Он служит, он вот уже с 2000 года, да, абсолютно свободен от алкоголизма. Хотя в его жизни это была жуткая вещь, жуткая. Это просто жуть. И также мой дед, который по материнской линии тоже принял Иисуса Христа перед тем, как уйти к Господу, он тоже прошел войну, знаете, тоже страдал очень алкоголизмом. И другого деда, к сожалению, я не видел, который тоже был офицером, фронтовиком, прошел всю войну. И, к сожалению, я его не видел, потому что он умер очень рано. Ну, в таком возрасте от инсульта. Поэтому много такого в жизни у нас, что делает очень жизнь нашу тяжелую. Но у Иисуса есть решение. Есть решение, чтобы наша жизнь перестала вот нести отравление. Поэтому мы должны позволить Богу, ну, изменить нас, да, то есть менять нас. И это через осмысление, это постоянно говорить об этих вещах. Ни в коем случае, дорогие, это не решение, когда мы с вами, ну, укореняемся в каком-то осуждении. Допустим, если человек осуждает кого-то, значит, он и себя осуждает. Понимаете, да, это взаимосвязь постоянная. Он себя не принимает. Он смотрит в зеркало, и он себе не нравится. А ведь очень важно вот с этого нам и начинать, чтобы ты, когда себя ощущал, ты был с собой доволен. Как сложно же, да, этого достичь. Кто уже, ну, у кого уже были вот периоды, когда он с собой был доволен? Есть такие? Есть? Ну, бывает, да, уже супер, уже начало положено, уже хорошо. Но пусть вот это вот довольство, да, оно не будет присвоено по плоти, да, то, что это я такой. А то, что это Бог, Он просто принес в твою мою жизнь вот эту свободу, принимать себя такие, какие мы есть. И позволить Богу работать с нами, позволить Богу меняться. И ни в коем случае, вот как только мы с вами освобождаемся от всякого угнетения, да, от осуждения, сразу же мы видим прогресс. Сразу видим. Потому что я, когда рос, я рос под угнетением отца. У меня отец, ну, знаете, такие слова, я слышал, ну, слабак. Эй, слабак, что-то там, ну, да вы. И вот это вот, и себя мне нужно было что-то там доказывать. А Он сам так жил. Это его, как бы сказать, мировоззрение. И Он передавал это мне. И я что-то потом всем другим доказывал. Дрался там, кто-то там что-то. Там из-за этого и попал там в места не очень приличные. Вот. И из-за этого. И поэтому мы понимаем, что вот то, что вот нас, как в детстве заложили, мы сегодня продолжаем нести вот эту тяжесть. И я вам скажу, что вот, чтобы жить долго и счастливо, и перед моими глазами есть моя бабуля, почему еду 2000 километров туда, 2000 и обратно, и ради того, чтобы ее увидеть, обнять, там, поцеловать, побыть с ней, чтобы вот на самом деле, ну, порадоваться, что, ну, есть вот этот выход для людей, которые прошли очень тяжелую судьбу. Она человек, ну, которая выросла в войну, то есть человек войны, да? Ее поздравляет президент, присылает это там, какие-то, ну, благодарности там, потому что вот она все это пережила, преодолела вот эту вот нехватку, голод. И я всегда помню ее, как, ну, меня всегда тянуло к бабуле. Я всегда бежал к ней, всегда мне хотелось быть у нее дома. Я всегда чувствовал с ее стороны вот такое вот. А была другая бабуля, которая была очень такая воинствующая атеистка. И она вся была наполнена эгоизмом, страхом и таким вот, знаете, тяжелым, таким духом. Поэтому дай Бог нам с вами, дорогие, вот продвигаться вот в этом. Я вот так же всегда обещаю Господу, обещаю жене, обещаю детям, что... Я вообще счастлив, что я многие вещи переосмыслил и смог уже вложить в своих детей вот эту вот культуру. Что они не ходят под осуждением у нас в семье, они не ходят под этим угнетением. Что они там, ну, что их отвергнут там, знаете. Вы знаете, однажды я получил очень сильную травму, когда, ну, я как ребенок не слушался, допустим, что-то там, не знаю, капризничал. И мне мама сказала, что она меня в детдом отдаст. Вот такие были методы, да. Спасибо. И я когда до меня дошел детдом, что меня там куда-то там выкинут, да, я получил очень сильную травму. Видите, я до сих пор это помню, но я уже не несу эту тяжесть. Я это переосмыслил. У меня хорошая мама. Вот. Но мы должны понимать, что наша культура должна вот меняться, меняться. И нам, чтобы было что дать, чтобы вот, чтобы приносить плод. И я на самом деле могу хвалиться Господом только, что Господь сотворил много чудес в моей семье, в моей жизни. И одной из самых серьезных проблем, которые были у меня, это у нас был диагноз бесплодия. Шесть лет у нас не было детей. И, конечно, это было очень много пролитых, ну, лично мной слез, каких-то проблем, потому что это меня очень сильно, как бы, очень напрягало. И, ну, однажды пришел, конечно же, прорыв, и у меня есть сегодня четверо детей. Сегодня с нами здесь два сына, младших, а две дочери, они вот старшая там еще пока на выезде, у бабули осталась. Вот. И на самом деле мы очень счастливы в семье, благодаря тому, что Бог позволил мне, ну, вот, дал мне такую возможность, как переосмыслить ценность семьи, переосмыслить ценность детей, ценность жены, потому что в меня это никто не закладывал. Это хорошо, когда ты растешь в хороших условиях. Ну, когда мы с вами, ну, переживаем, вот, на самом деле, вот этот вот прорыв, приходит много плода. Аминь. И что касается, там, трудовой деятельности, да, там, бизнесов каких-то, во всех этих вещах Богу легко дать прорыв. Очень легко. Самое главное, ну, во всех этих сферах не мыслить токсично, негативно не мыслить. И, знаете, я, ну, служу чаще всего братьям, и вот это вот такая патологическая проблема, неуверенность, да, в себе. И это, ну, я понимаю, откуда идут корни. И братья, мужчины, им очень сложно, ну, брать на себя из-за этого ответственность. Очень сложно. И, ну, ну, выход есть. Аминь. Выход-то есть. Главное, ну, смириться и покориться Богу, сказать, Бог, все, что невозможно человеку, возможно тебе. Аминь. И самое главное, самое главное, что я понимаю, что вот в духовном здоровье мы с вами должны преуспеть, для того, чтобы приносить много-много плода. В этом и есть, как бы, миссия нашего Господа. Давайте встанем, помолимся. И я бы хотел, чтобы мы сейчас просто смогли как-то пред Богом, ну, озвучить какие-то вещи, ну, это лично ваши интимные вещи, да, но чтобы вы задумались о том, вот, в какой сфере вы хотели бы получить исцеление. И получить, вот, на самом деле, вот, хороший образ мысли, чтобы вот это вот токсичное, да, что вот, что все, что связано с горечью, с обидами, с отверженностью, это абсолютно не как энкаунтер. Потому что на энкаунтер мы приезжаем туда, получили, а потом опять мы остались один на один с самим собой. Дело в том, что вот очень важно, ну, нам понять, что это такой духовный труд, вот в нем, вот, нам нужно потрудиться, чтобы просто, ну, взять вот на заметку, откуда растут ноги у этих мыслей. Осуждение – это такое, то зло, которое мы с вами сегодня не должны вообще принимать. Как только ты чувствуешь, что ты хочешь кого-то, ну, осудить, попроси Господа, чтобы Бог вот начал зажигать лампочку в твоем разуме. Иногда люди, они настолько увлекаются, ну, поосуждать кого-то, да, что не замечают, как они просто с каким рвением это делают. Вот, вот, попроси Господа, чтобы Бог, Он помог тебе, чтобы Дух Святой запечатлял тебя, когда ты, вот, когда ты, вот, увлекаешься вот этим, вот этим ядом, чтобы Дух Святой помог остановиться. Я всегда был по своей природе очень, всегда был негативный. И сегодня я продолжаю двигаться в том направлении, чтобы освобождаться от той культуры, от той наследственности, быть может, которую вложили в меня. Я хочу просто просить Господа, чтобы Бог помогал мне. Я не могу справиться сам. Просто скажи вот искренне это перед Богом, что тебе нужна его помощь. Я не могу своими силами любить жену, любить детей, покрывать все их какие-то недостатки. У меня нет этих сил. Но Бог наполняет меня. Потому что я в Нем нуждаюсь. Потому что я хочу счастливую семью. Потому что я хочу успешное служение. Поэтому я не буду осуждать тех братьев, которым я служу. Я не буду думать о них плохо. О тех сестрах, которые, быть может, еще сегодня страдают чем-то негативным. Потому что церковь — это место, где главенствует любовь. Кульминация Библии, Евангелия — это любовь. Все теряет смысл, если нет любви. Абсолютно вообще все бессмысленно. Тогда мы будем просто религиозные сектанты, которые не понимают, чем им заняться. Все мы совершенствуемся в любви. Скажи, что ты принимаешь взгляд Божий на свою жизнь, на себя. Ты принимаешь и смиряешься, что ты прекрасен в глазах Господа. Если ты посмотришь сейчас и заглянешь в глаза Иисуса, там нет осуждения. Тебе не нужно зарабатывать Его расположение. Отныне тебе не придется доказывать никому, чтобы кому-то понравиться. Ты уже нравишься Господу. Ты нравишься. Ты уже хороша или хороша. Ты прекрасна. Ты прекрасен. Я всем сердцем верую и исповедую, что я не ошибка. Я не зря родился. Я не случайность. И я в глазах Божьих прекрасен. Я исцеляюсь. Постоянно исцеляюсь. Потому что у меня есть Бог. От всякого комплекса неполноценности я освобождаюсь во имя Иисуса. Я освобождаюсь от гнева, от злобы. Я освобождаюсь от непрощения. Я освобождаюсь. Я блокирую всякий страх в своем разуме во имя Иисуса. Я не доверяю страху. Я доверяю Богу. С Богом я все пройду. С Богом я победитель. С Богом я сверну все горы, которые на моем пути. С Богом все я смогу. С Богом мои дети продвинутся намного дальше, чем я. И я буду наслаждаться, видя, как они служат Господу. Они возлюбят Господа, как возлюбил Господа Исаак. Исаак, видя веру в жизни Отца. Так же возлюбил Иаков в жизни Исаака. И все они следовали и двигались этой прекрасной миссии войти в землю обитованную. Дорогие, мы идем так же в землю обитованную. Но там нужны сражения. Сражения в том, чтобы постоянно восстанавливаться. Постоянно. Как бы врать не нанес нам с вами ущерб, удар. Надо продолжать вставать и подниматься. Осмыслив то, что нет другого пути. Кто-то говорит про свободу выбора. Нет у меня другого выбора, как только следовать за Господом. Я отказываюсь от всякого выбора. Я иду только за Господом. Я продолжаю подниматься и идти. И все, что мне мешает, я буду сбрасывать в себя. Сбрасывать со своих плечей всякую тяжесть, которую дьявол мне навязывает. Откуда растут ноги и корни, я отрубаю во имя Иисуса. Моя душа исцелена. Я наполняюсь только победой, верой. Потому что Дух Святой в моем сердце. Я не доверяю тебе дьяволу, твоей ложью. Я доверяю Господу. Господь, силовая, укрепляюсь каждый день. С каждым годом я становлюсь все проще. С каждым годом я становлюсь все свободней. И имею возможность высвобождать любовь. Высвобождать любовь с каждым месяцем, днем, годом. Я расту в этом. Я продолжаю любить, прощать и доверять. Любить, прощать и доверять. Любить, прощать и доверять. Свою семью, свою жену, мужа, детей, родителей. Прощаю любить, продолжаю любить, прощать и доверять. Спасибо тебе, драгоценный Иисус, что ты открываешь нам глаза на твою истину. Вот мы такие, какие мы есть. Как Давид скакал. Вот в этом же состоянии мы хотим быть всегда. Не важно, что подумают другие, будут ли они нас осуждать. Мы не у доски за партой. Мы перед твоим лицом. Это не класс, где могут над нами смеяться. Это не улица, где могут нас осуждать родственники. И не родственники, которые отвергали нас, обижали нас. Мы перед твоим престолом благодать. Благодать — это возможность измениться раз и навсегда. Благодать — это когда ты больше никогда не ощутишь потребности в токсичных мыслях, в токсичном поведении, в разрушениях. Не важно, что разрушает, оно разрушает. Мы никогда не будем в этом чувствовать потребности. Потому что мы наполняемся твоей любовью, Господь. Любить братьев и сестер — это не сложно, не тяжело. Потому что эта субстанция, она стала моей. И я провозглашаю, что мои братья и сестры будут источником любви на этой земле и будут давать то, что и верят. Так же, Господь, спасибо Тебе за новое переживание, за новый уровень переживания Тебя. Еще лучше, Господь, хотел, хотел пребывать вот в этом таинстве, уходить на глубину, Господь, становиться все мягче, чтобы всякое жестокосердие, оно просто было срываемо с наших сердец. Это инородное, это инородное, это не наше, мы не жестокие. Мы хотим любви, мы хотим прощения, мы хотим доверия. Жить в простоте, в легкости, без токсичных, тяжелых мыслей. Я помню, Господь, как Ты научил меня, после того, как я жил в обиде и не мог уснуть, Ты освободил меня от непрощения. Я так благодарен Тебе, что непрощение больше не имеет власти надо мной. Спасибо Тебе, драгоценный Иисус. Я пережил эту боль отравления и не нуждаюсь в этом. Не нуждаюсь ни в чем в том, чтобы меня разрушал. Спасибо Тебе, Иисус, за эту возможность сегодня быть в свободе, в свободе и иметь эту возможность любить и двигаться в любви. Во имя Иисуса. Аминь. Хорошо. Ой, какой микрофон, Ваня. Все вовремя очень. Серьезно, насколько Бог сочет. Хорошо, я советую вам так же, да, на этой неделе, когда в этом двигаться. Ну, интересные вещи, правда, многие. Очень. У доски прям, вот я прям вспомнил этого физика. И я вспомнил момент, когда я осмелился сказать ему, то, что я осмелился сказать. Выйти из класса, когда моя мама сидела в классе, ее вызвали там, по какой-то очередной причине, и все. И это был момент, когда больше ни один учитель на меня влиять не мог. Все. Я осмелился сказать ему в глаза, что я буду тебя слушать, и унижать ты меня не сможешь. Или я тебя буду унижать, оставшиеся два года в школе. Хорошо. Давай вот что-то ты благословишь. Да, меня мама просила, я не совсем в этом, это люблю, кроме инкаутеров, чтобы во имя Сергея Ивановича раз он это делал. Ну, просто на эту неделю, чтобы благословить что-то церковь. Вот просто благословишь. Ну, там, я не знаю, при входе, при выходе, при заходе. Просто как священник. Хорошо? Пожалуйста, да. У вас прекрасные традиции. Здорово вообще. Мне очень это тоже близко. Помолюсь тогда молитвой моей семьи. Хорошо? Да. Аллилуйя, Господь. Отец, обрати свой взор на каждого брата и сестру и благослови. Помилуй, Господь. Храни, Господь наш. Пусть ангелы они защищают, ограждают от зла. Пусть, Господь, в их предыдущей неделе будут новые горизонты открыты. Пусть новые возможности откроются, Господь. Твоя милость никогда да не отойдет, Господь наш. Это ты обещал. Твое лицо, оно светлое, прямо сейчас смотрит на каждого. На каждого. На каждого. На каждого. Твое светлое лицо взирает прямо сейчас. Спасибо тебе, что в твоем лице такая радость и покоя. Там нет никакой тревоги за нас. Спасибо тебе, Господь. Твои глаза глубоки, они полны величия и славы. от них невозможно оторваться от твоих глаз. И они сейчас смотрят на каждого. Ты обращаешь свой звор на каждого. Спасибо, Иисус. Так хорошо быть в доме твоем. Твое лицо искать. Спасибо тебе, Господь нашим. Это весь смысл нашей жизни. Только ты, возлюбленный нашим. Помоги моим драгоценным братьям и сестрам навсегда, навсегда стать свободными от всякого отравления, что планирует наш брак. Дай силу противостоять. Дай просто могущественную власть не доверять всем мыслям, игнорировать все мысли зла во имя Иисуса. Аминь. Аминь.